Поднять штангу весом 30 килограммов и больше удается не каждому, но участникам соревнований по кроссфиту Шимкент Кап и не такую под силу. В городе выявили самого сильного кроссфитера. Валентин Морозов занимается кроссфитом три месяца. Парень признается, что своими результатами доволен. Сегодня школьный чемпионат благотворительный для Виолы Балан, чтобы помочь ей деньгами. Я занимаюсь кроссфитом три месяца уже с открытия этого зала. Вес помню, но достаточно для своего уровня доволен. Цель этого кроссфит соревнования благотворительная. Стартовый взнос каждого участника, а их сегодня 17, составил 3000. Также каждый желающий мог пожертвовать средства в специальный бокс или приобрести различные поделки. Деньги отправят в помощь девочке с тяжелой болезнью. Благотворительная акция «Помощь и поддержка Виоли». Мы собираем сбор денег с участников и со зрителей. А у нас также на мероприятии присутствуют различного рода организации волонтерские, которые предоставляют продукцию, изделия свои, которые пойдут в фонд помощи девочке. Они продают вещи свои, они рисуют на лицах, они бижутерию продают. Все вырученные деньги пойдут тоже в средства помощи девочке. Нужно больше таких мероприятий, чтобы в городе, в стране было больше доброты. У Виолы Балан редчайший порог сердца – комплекс Шона. Девочке требуется экстренная операция в Германии. Ее стоимость – 158 тысяч евро, а это больше 58 миллионов тенге. Сейчас Виола находится в Астане в ожидании вылета на операцию. На сегодняшний день девочке собрано более 40 миллионов. Осталось собрать еще около 10. По итогам чемпионата выявили четырех победителей. Первое место занял Акмаль Маткаримов, второе место – Раимбердиев Фурхад. Третье разделили между собой Ваха Баташев и Даурбаев Тахир. Так как чемпионат благотворительный, победители получили лишь почетные грамоты. Само мероприятие собрало больше 120 тысяч тенге. Раимбердиев Фурхад